Это новости с Сурдопереводом. С ними ознакомим и вас я, Лаура Жакупова, и мой коллега Хасан Исраилов. День добрый. Выпуск начнем с происшествий. По меньшей мере, 30 человек погибли в результате падения автобуса в реку на севере Индии. Еще 15 серьезно пострадали. Соболезнования семьям погибших уже выразил премьер-министр страны Нарендра Моди. Автобус следовал из города Савай-Мацхопур в населенный пункт Лал-Сот. По предварительным данным, водитель превысил скорость и потерял контроль над управлением. На месте ЧП сейчас работают полиция и спасатели. На Филиппинском острове Минданау в торговом центре произошел пожар. Погибли по меньшей мере 37 человек. О количестве пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Пожарным пришлось эвакуировать из здания людей. Известно, что возгорание произошло на третьем этаже в мебельном магазине. В судебной системе Акмолинской области использование госязыка до сих пор на низком уровне, утверждают специалисты. К примеру, с начала года из всех судебных дел примерно от 3 до 5% рассматривались на казахском. А это значит, что из рассмотренных по итогам 11 месяцев 15 тысяч административных дел только 943 были переведены на государственный язык. Но вот в некоторых судебных органах документы по-прежнему принимаются на русском, в готовых бланках. Специалисты судебной сферы говорят, что в этом вина не только служителей Фемиды, но и правоохранительных органов, а также обвиняемых и истецов. Также не хватает квалифицированных специалистов, которые ведут судебные заседания на казахском языке. На нем с начала года были написаны лишь 700 дел из 9 тысяч поступивших от госорганов. Больше 250 нарушений в сфере сельского хозяйства выявили в Североказахстанской области. Об этом сообщили в прокуратуре. По словам представителей ведомства, большая часть недочетов связана с субсидированием проектов агропромышленного комплекса. Например, государственные деньги выделялись на работу СПК, но она проводилась формально. По результатам проверок один человек привлечен к уголовной ответственности, свыше 20 в дисциплинарной. По результатам проверки у нас было 13 материалов для судебного производства возбуждено. Сумма ущерба составила свыше 550 миллионов тенге. На сегодняшний день мы уже обеспечили возврат порядка 200 миллионов тенге. Работа продолжается. Ведущие эксперты в сфере хай-тек технологий считают инициативу по переходу казахского языка на латиницу своевременной и дальновидной. Век инноваций латинская графика облегчит жизнь как самим казахстанцам, так и зарубежным гостям, считают они. Переход на латинскую графику поможет международному сообществу. Для меня это не проблема. Я знаю русский язык много лет. Могу свободно читать, что написано на кириллице, но казахский язык для меня немного сложен. Данная инициатива, несомненно, облегчит жизнь тем людям, которые будут приезжать в Казахстан и зарубежа. Я думаю, что это движение вперед, особенно когда вы воспитываете новое поколение, которое будет стремиться завоевывать международную арену и представлять Казахстан во всем мире. С точки зрения модернизации это обретает большой смысл. В семье с нового года увеличится выпуск отечественных тракторов. Все благодаря тому, что с января 2018 вводится субсидирование на всю сельхозтехнику, производимую у нас в Казахстане. Ценные на тракторы будут снижены, и это большая поддержка для крестьянских хозяйств, отмечают специалисты. Ведь 25% от стоимости техники будет возвращать государство. В этом году из-за ввозимой в страну зарубежной сельхозтехники сборка отечественных тракторов в Беларусь на автосборочном заводе снизилась почти в 10 раз. В следующем году, если выделение субсидий и освобождение от уплаты НДС введут, то у нас объемы работы пойдут, и, соответственно, у нас уже загрузка получится, будет наравне с тем, что было до 2017 года, и, возможно, будет даже увеличение в разы. Многоквартирные дома по программе Нур-Лыжер начали строить в моногородах Восточного Казахстана. В Зыряновске с опережением графика возводят первую за последние 30 лет многоэтажку. Сдадут ее под ключ со всеми коммуникациями. К зданию и новому микрорайону уже подтянули 6 километров теплосетей. В пригородном селе Бородино за счет глав агроформирования достраивают 5 утепленных коттеджей, и уже весной в них заселят работников местных крестьянских хозяйств. Очень приятные условия создаются, создаются много рабочих мест, поэтому нужны как бы дома. Я живу как в небольшом домике, у меня пятеро детей, и получить такое жилье для меня как бы сказка больше. Научиться ведению бизнеса у известных предпринимателей. Такая вот возможность появится у старшеклассников уже в будущем году. В школьную программу добавится новый предмет – основы предпринимательства и бизнеса для учащихся 10-11 классов. Апробация. Программа сегодня ведется в 16 учебных заведениях страны. В Ак-Тубе пилотный проект внедрен в школе номер 20. Здесь ребят учат разбираться в торгах на фондовой бирже, зарабатывать на ценных бумагах и другим секретам бизнеса. Проект разработан Национальной палатой предпринимателей. Региональные представительства проводят ознакомительные экскурсии по предприятиям и встречи школьников с успешными бизнесменами. Каждый урок, например, посвящен не только экономическим понятиям, терминам, но здесь мы еще рассматриваем разработку бизнес-плана, создание своего предприятия. Для нас это очень интересно и новое, так как мы еще не особо знаем многого в этой сфере. И мы считаем, что это очень актуально в наше время, и каждому это понадобится в жизни. В стране набирает обороты новогодний бум. Во всех регионах разворачивается предпраздничная торговля. Для лесников же и природоохранной полиции это время усиленной борьбы с браконьерами. Салуат Тимирбалатулы о том, почему в Павлодаре стало немодным покупать живые ели. Чем ближе новогодние праздники, тем активнее торговля. Но вот с реализацией елок и сосен пока дела идут не очень, жалуются продавцы. Заур Арцханов как может рекламирует свой товар, но за два дня продал всего 25 деревьев. Есть и пушистые, и длинные, и большие, разные есть абсолютно, и маленькие кому надо. Курган, Омск, Перем, елки в Павлодар везут отовсюду и, что называется, на любой вкус. Мне все равно нравится, чтобы там или елочка была, или же какой-то веточка, чтобы пахло Новым годом елочкой. Сосна, сибирская ель, пихта самых разных сортов. Выбор новогодних красавиц на рынке в этом году огромный. Цены тоже разные. К примеру, деревце поменьше стоит от трех тысяч, а за новогоднюю красавицу по длине и по пушистее продавцы уже просят до пяти тысяч тенге. Есть и самые дорогие, как, например, эта вот роскошная четырехметровая ель, выращенная в одном из лучших сибирских питомников. За нее хозяин просит 15 тысяч тенге. Как убедились, проверяющие все документы у продавца в порядке. Всего из Сибири на праздники в Павлодар завезли почти четыре тысячи деревьев. У всех поставщиков обязательно проверяют разрешительные документы. Сегодня вот уже по факту 21 декабря идет реализация новогодних елок цивилизованно, культурно, организованно. Были случаи, действительно, когда предыдущие годы, начало двухтысячных годов были массовые порубы. На сегодняшний день, на 21 декабря, у нас не зарегистрировано, не выявлено ни одного факта поруба молодняков хвойных пород. 38 мобильных бригад охраняют местные леса от незаконных рубщиков. В случае нарушения природоохранного законодательства браконьерам грозит уголовное преследование. Санкция статьи до 200 тысяч МРП. Также ущерб за одно дерево 15 месячных расчетных показателей. По площади лесного фонда, а это 260 тысяч гектаров, по Владарской притыши на третьем месте в Казахстане. Средний возраст хвойных лесов около 100 лет. Самый большой урон естественным зеленым насаждением браконьеры нанесли в середине 90-х годов прошлого столетия. Тогда умышленными поджогами и варварской рубкой черные лесорубы едва не уничтожили древний челдайский бор. После этого под жестким давлением экологов и СМИ в регионе ввели полный запрет на вырубку хвои. А все госучреждения, школы, детские сады и клубы перешли на искусственное оформление утренников. Срок моратория истекает в январе 2018 года. Но лесники и природоохранная полиция намерены требовать его продления еще как минимум на два года. Ну и совсем считанные часы остаются до наступления католического Рождества в Европе. В это волшебное время в городе и деревне Старого Света туда слетаются туристы со всего мира. Наш корреспондент Жанат Эрнст посетила улочки и ярмарки французского Страсбурга, который по праву считается столицей европейского Рождества. С 1570 года, в период с 24 ноября по 31 декабря, Страсбург превращается в настоящую рождественскую сказку. В разных уголках города открываются около двух десятков рождественских базаров. Фасады церквей, окна и балконы домов начинают своеобразный конкурс в иллюминации, а на улице города слышно настоящее языковое многообразие. Ведь именно в это время в Страсбург слетаются туристы со всего света. Мы приехали из Торонто, из Канады сюда специально на Рождество. Здесь замечательная ярмарка, одна из лучших, на которых я когда-то бывала. Она несравнима ни с какой-либо другой. Ярмарка Марше де Нуэль считается старейшей в Европе. Она расположена на нескольких улицах и площадях вокруг знаменитого Страсбургского собора. В центре ярмарки 30-метровая ель со сверкающими гирляндами. Повсюду еловые венки, золотые звезды и фигуры ангелов и Санта-Клаусов. Хотя здесь можно встретить и самого рождественского персонажа. Счастливого Нового года и особенно счастливого Рождества! В Страсбурге возле главной елки всегда есть благотворительная ярмарка. С праздником и до скорой встречи! Я буду с подарками! Две сотни павильонов в шале предлагают праздничные украшения, елочные игрушки ручной работы, ремесленные изделия из Эльзаса, рождественские сладости, пряничный хлеб с цукатами, конфитюр и бисквитные печенья. Самый известный рождественский базар Франции собирает ежегодно около двух миллионов посетителей. Они спешат сюда, чтобы насладиться красотой ярмарок и успеть купить подарки. Ведь праздник Рождества уже стучится в дома европейцев. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар 24, Франция, Страсбург. 14.12 и мы продолжаем. В Актау на президентскую елку прилетела птица Рухани Жангару. Она рассказала ребятам о том, что нужно сохранять и беречь традиции предков, а также быть патриотом своей страны и уверенно достигать собственных целей. На новогодний праздник съехалось более 200 ребят со всего региона. Это сироты, дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и инвалиды. Главной темой елки стала Астана. Образ красавицы столицы повсюду, на сцене и на выставке фойе. Ребята прошлись веселым хороводом. С Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой поиграли в игры и получили приятный сюрприз от главы нашего государства. С Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой поиграли в игры и на сцене и на сцене и на сцене и на сцене и на сцене. Всем помогать. Мне хотелось быть таким, как он. Если я бы встретился с государством Азарбаевым, я бы спросила в подарок не для себя, а для мамы, что ей понравится. Возможно, цветы. В одном из ведущих турецких вузов в Стамбульском университете прошел вечер, посвященный Казахстану. Подобная встреча в стенах университета проводится впервые. Между двумя государствами сложилось хорошее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Отметил один из организаторов, координатор иностранных студентов Фарук Ташчи. Казахстанцы, обучающиеся в Турции, сделали презентацию о своей родине. Показали видеоролик с историческими и туристическими местами Казахстана. А иностранным студентам особенно понравился рассказ о выставке Экспо-2017. Гостей угощали национальными блюдами и знакомили с традициями и обычаями. Вечер, посвященный Казахстану в Стамбульском университете, проходит впервые. Однако собралось очень много людей. И большинство из них иностранцы. С большим интересом они разглядывали наши стенды. Мы постарались показать Казахстан во всех его аспектах достижения страны. Иностранцы хотят приехать в Казахстан. Думаю, мы предоставили им необходимую информацию. Вся необходимая информация в полном объеме есть на нашем сайте www.3w24.kz На этом у нас все. Хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok